Типы мужчин относительно крайностей в их поведении. Она тебя посылает, она об тебя ноги вытирает, а ты все равно за ней бегаешь. Ты что, да? И я поняла, что я начала что-то чувствовать к нему. Мужчинам нравятся недоступные, мужчинам нравятся стервы. Они тебя на первых свиданиях готовы знакомить с родителями, с родственниками. Они очень серьезные, да? То есть, мне кажется, блин, какой решительный мужчина. Ах, какой красивый. Разве плохо, когда мужчина красивый? Я горжусь ей, она так многого достигла. Все, прощай, я ухожу, ты знаешь, я поняла. Расстаемся. Не получится. Что привлекательно у них? Что так привлекает многих женщин? Он дает ей как раз то, что ей не хватает. Привет, меня зовут Ярослав Самойлов. Я психолог, эксперт в отношениях. И прежде чем мы перейдем к этому важному видео, прямо сейчас ставь лайк, подписывайся на канал и обязательно смотри это видео до конца. Итак, прямо сейчас я перечислю типы мужчин. Понятно, что при желании можно выделить и 50, и 100, и десятки типов. Но я постараюсь выделить максимально такие типы, которые вы точно сможете узнать, вы точно с ними встречались, они точно попадались на вашем пути, или же, возможно, один из этих типов живет вместе с вами в квартире и в отношениях с вами. Итак, первый тип мужчин – это достигатор. То есть, это тот мужчина, у которого на первом месте что? Правильно, работа, бизнес, его дело, возможно, его хобби, которое ему приносит деньги, возможно, профессиональный спортсмен, может быть, он бизнесмен, может быть, он строит карьеру, может быть, он специалист, может быть, он стоматолог, может быть, он юрист, а может быть, он дизайнер. Но вся его энергия, весь его, большая часть его фокуса, его внимания направлена на его дело и на его достижение. Почему так происходит в его жизни? Потому что в глубине, в глубине его подсознания, души, внутри него, у большинства таких мужчин есть убеждение, что если я не буду успешным, значит, меня не будут любить. Он себя ассоциирует, я равно мои результаты, или я равно количество денег, которые я зарабатываю, или я равно какое-то, может быть, звание, да, может быть, какой-то он ученый, или, может быть, он там звание в спорте. То есть у него идет с этим ассоциация, и как бы мир ему видится в таком контексте. То есть, и если я не буду успешный, равно меня не будут любить. Нет, это не значит, что он перед зеркалом говорит себе такую фразу. Или он просыпается утром и осознает это. Большинство из этих мужчин, они этого не понимают, они сами не осознают, что внутри происходит. Именно эти мужчины, которым удалось достичь результата, удалось достичь успеха, удалось заработать какое-то количество денег, часто они говорят, что на самом деле счастье не в деньгах. То есть, конечно же, слабые мужчины, так называемые нищеброды, которые жалуются на правительство, на жену, на то, что она его не вдохновляла, они тоже эту фразу говорят, счастье не в деньгах. Только у них этих денег никогда и не было, собственно, да? И они говорят это из теории. Эти мужчины, достигаторы, которым удалось чего-то достичь, они это говорят на опыте. Я не говорю, что 100 из 100 таких мужчин говорят об этом. Но я думаю, что если вы пересекались с такими мужчинами, возможно, если ты была в отношениях, то ты понимаешь, о чем я говорю. С одной стороны, это хорошее качество, да, хорошее мужское качество двигаться вперед. Но и многие девушки как бы обвиняют этих мужчин, что как это так, на первом месте работа, как это так, на первом месте бизнес. А как же я, а как же семья? И, конечно же, если девушка не прокачана, в чем эти мужчины часто бывают упрекнуты, да, в отношениях. То, что он не уделяет время семье, он не уделяет время отношениям. И, конечно же, чтобы строить с таким мужчиной гармоничные и счастливые отношения, нужно быть мудрой, нужно быть гибкой. Нужно вообще в целом себе изначально ответить, а точно ли мне по пути с таким мужчиной? Ни в коем случае не говорю, что это самые лучшие в мире мужчины. Или вообще, что всем нужно с ними строить отношения. Просто нужно понимать, что внутри него есть такая программа. И если ты прокачиваешься как женщина, ты можешь смотреть глубже. И понимать, что на самом деле все ради чего. Что этим самым он заслуживает? Что? Конечно же, любовь. Конечно же, ощущение, что меня можно любить. Конечно же, это лучше, чем как слабый мужчина ничего не делает и говорит, что меня должны любить и принимать таким, какой есть. Задача этого видео просто перечислить типы, да, которые я вижу среди мужчин, дать некоторые особенности и чтобы ты еще больше понимала, какие мужчины есть вокруг тебя, каких нет. Или вообще еще больше разбиралась в психологии мужчин. Следующий тип мужчин это маменькин сыночек, да, маменькина, маменькина котятка. То есть, это тот мужчина, у которого очень тесная эмоциональная связь с мамой. И она может быть какого типа эмоциональной связи? Может быть, мама просто лучший друг, лучший в мире, ну просто лучший в мире человек. И может он маму обожать и реально испытывать супер положительные эмоции. И мама тоже к нему. Либо же, что чаще, с одной стороны, как бы и есть ненависть к маме, да, то есть он недоволен мамой, то есть частые ссоры с мамой. И есть, конечно же, при этом и любовь, и есть при этом же тесная связь. И казалось бы, да, ну если тебе не нравится с мамой общаться, но если она вот такая, ты на нее жалуешься. Почему ты с ней? А потому что маменькин сынок. И даже несмотря на все негативные, так сказать, коммуникации, все равно этот мужчина, как бы, остается в тесной связке с мамой. Что еще часто сопутствует этому? Это отсутствие коммуникации с отцом. То есть отец либо рано ушел из семьи, либо он был в семье, но занимал, так сказать, пассивную позицию, лидирующую позицию, занимала мама. Часто мама специально или не специально настроила, настраивала то, что так, папа не очень. Папа это какой-то там по ту сторону, да, по ту сторону баррикады, а мы с тобой на одной стороне. И поэтому часто такие мужчины, у них нет цели в жизни, они не дисциплинированы, они не доводят дела до конца, они в каком-то перманентном поиске себя. И знаете, многие девушки, которые, опять же, не прокачаны, не осознаны, либо не взрослые умственно, морально, либо эмоционально, они, им нравятся эти мужчины почему? Потому что эти мужчины классно ухаживают, он вроде бы как классно к женщине относится, он классно отзывается о маме, да, вот, и у женщины такое идет подсознательное, подсознательное, она рисует картину, что, о, если он к маме так классно относится, если с мамой у него такие классные отношения, это что значит? Значит, он к женщинам так классно относится, и значит, у нас в будущем будут классные отношения. И знаешь еще в чем штука? Когда сын с такой мамой в супер тесных отношениях, это что значит? Он прислушивается к маме. То есть он в какой-то степени очень послушный по отношению к маме. Часто этот мужчина, когда он выбирает женщину на стадии ухаживания, на стадии вот этих первых этапов конфетно-букетных, он также проявляется и по отношению к желаемой женщине, которую он желает, да, то есть он такой весь послушный, хороший, не перечит, он не будет с ней спорить, он весь такой, знаешь, как бы в хорошем или плохом смысле прогибается под женщину. И, конечно же, если женщина не прокачанная, она в этом видит только плюсы. И класс, это значит, мужчина меня принимает такой, как есть, он ко мне прислушивается, он не спорит, не то, что там эти некоторые мужчины, которые встречались раньше. И, в общем, завязываются какие-то отношения, и на дистанции начинает, так сказать, вылазить то, что и было, но то, что она не замечала. Это что? Тесная связь с мамой. И получается, эта мама начинает лезть в отношения, и, по сути, образуется что? Любовный треугольник. Только не там, где есть любовник или любовница, а там, где есть его мама. И она лезет в отношения, она нарушает границы ваших отношений, она может оскорблять жену, то есть она может реально портить самооценку женщине, она может доставлять дискомфорт семье. И когда жена, женщина, пытается с ней поговорить, и вроде бы с мужем тоже пытается сказать, что, дорогой, может быть, как бы не надо, чтобы мама лезла в наши отношения. Как это воспринимается? Что, о, ты против моей мамы, значит, ты против меня. Да? И начинается конфликт. И я считаю, что таких мужчин привлекают женщины, которые ищут, как бы, в какой-то степени послушных мужчин, послушных мальчиков. Но в чем проблема? То, что и это привлекает ее в начале, это привлекает в мужчине, это качество. Но потом образуется что? Что есть более авторитетный человек, кого слушает этот мальчик. Это кто человек? Это мама. Поэтому это маменькин сыночек, это тип мужчины. Обычно такие не меняются. И это не значит, что если вдруг у тебя такой мужчина, значит, срочно нужно разводиться, я не к этому клоню. Но я думаю, что вы встречали таких мужчин. И опять же, буду рад вашим комментариям под этим видео, когда вы услышите про все типы мужчин. Следующий тип мужчин, называю я его так, удобный. Либо же другими словами, заслуживатель любви. И часто этим мужчинам, знаете, говорят друзья, либо знакомые, родственники говорят ему, слушай, ну она же тобой пользуется, ну она же из тебя всю кровь выпивает, ты что, не видишь? Ты для нее все делаешь, а она не ценит. Она тебя посылает, она об тебя ноги вытирает, а ты все равно за ней бегаешь. Ты что, да? Или же если уже в отношениях, то получается со стороны, смотря на эту пару, на удобного мужчину и на женщину, то она им очень хорошо пользуется. Конечно же, ей с ним удобно, с таким мужчиной. И часто с такими мужчинами, знаете, такие женщины, ну, бессердечные их, можно так сказать, холодные или такие корыстные, да? Это не значит, что она может быть специально так, так, да? Просто ей хотелось хорошего мужчину, который к ней хорошо относится. И вот попался к ней мужчина, который хорошо относится. Да, она его не любит. Да, да, понимаешь, что это не мой мужчина. Ну, блин, ну хорошо относится. Ну, блин, ну такой же классный, так же все хорошо. Ну, почему нет? Да, и в итоге все равно это со стороны выглядит, как будто она от него получает больше, чем отдает. Ну, если смотреть со стороны. И часто как бывает? Очень часто слышу на разборах в Инстаграм, Ярослав, вот знаешь, как было? То есть я себе жила, никого не трогала, и тут появился мужчина. Он вообще не в моем вкусе. Он вообще, да вообще, я бы никогда не обратила внимания где-то на улице на такого мужчину. Но он такой был настойчивый. И я ему говорила, нет, я ему говорила, что ты мне не интересен. Я сопротивлялась, как могла. Но ты знаешь, Ярослав, со временем он сумел расположить к себе, и я поняла, что я начала что-то чувствовать к нему. И я поняла, что я влюбилась, да, и он как бы завоевал меня, завоевал мое расположение, или можно сказать, там, влюбил меня в себя. Хотя, я очень сопротивлялась, хотя этого очень не хотел, и хотя, я понимаю, что это вообще был, ну, изначально это не мой тип мужчины. И поэтому эти мужчины обычно выбирают, ну, таких холодных женщин, да, то есть они выбирают женщин, которые к ним плохо относятся. Женщин вот таких каких-то, вот именно про этих мужчин говорят. Мужчинам нравятся недоступные, мужчинам нравятся стервы, мужчинам нравятся вот какие-то непонятные. Это именно этим мужчинам. Почему? Потому что, скорее всего, мама его любила такой любовью. Мама его любила холодной любовью. И у меня даже знакомый такой есть, который тоже болел такой болезнью. Быть удобным мужчиной. Я ему говорю, слушай, ну, мужчина, ну, это не твоя женщина. Ну, тебе с ней не по пути. Обрати внимание на других женщин. Посмотри, пока он не излечился, он все равно выбирал вот таких недоступных, холодных женщин, которые, конечно же, ему говорили нет. Он все равно их добивался, он на что-то надеялся. Они либо из жалости, либо из не знаю чего, ну, пользовались им, либо, да, он же сам хотел, они ему давали, как, наверное, не хотели его обижать. Но ничем хорошим это не заканчивалось. В чем особенность? В чем особенность? Понимаете? И кажется, ну, класс, хочу такого мужчину. Удобненького. Буду ему, да, буду с ним, буду им пользоваться. В чем проблема? В том, что как только этот мужчина заполучает, так сказать, женщину, как только он добивается желаемого, или желаемую, желаемую женщину, так сказать, да, как только он понимает, что, окей, она моя, окей, все, как бы я добился цели, что часто происходит? Происходит смена ролей. То есть, это то, о чем я говорил перед этим, это когда девушка говорит, что вот я не хотела быть с ним, но он добился, а сейчас возникла другая проблема. Я влюбилась, а он что? А ему как-то пофиг стало, а он как-то охладел, а его как будто подменили. И что произошло? Они поменялись ролями. Она стала удобной. Ну то есть, это не значит по очереди не как-то. Это одновременно произошло. Это, так сказать, расплата произошла. Она стала удобной, а он таким холодным, и он не играет. У него реально, это реально искреннее его поведение. И сейчас мы плавно переходим к следующему типу мужчин. Это называется тип мужчин тиран. И по сути, вот из удобной впоследствии становится тираном. Тиран, абьюзер, жесткий мужчина. Ну ладно, два самых популярных слова. Это тиран и абьюзер. И почему-то вы очень любите видео на эти темы. И я понимаю, что тема тирании, это вообще тема особенно маленьких городов, провинций. Но это то, что я вижу по разборам в инстаграм. Это просто топ тема. Жертва и тиран. Тиран. Кто такой тиран? Это по сути человек, который, это пример также моего отчима, который был внешне и физически. Вот на него смотришь, сказать, что он не мужественный или не мужчина, язык не поворачивался. Реальный, высокий, сильный, можно сказать, брутальный, серьезный. Но в чем проблема была? То, что он был сильный и умный во внутреннем круге. То есть в семье, с детьми, со мной, с братом, с мамой, с его мамой. Он был весь такой сильный, умный, властный, тираничный. То есть поднимал руку, например, применял физическую силу в воспитании нас, как детей. Нас били ремнем и так далее. Очень был сильный, умный и казалось, знаете, вроде как человек знает, как жить. Но как только дело доходило внешнего мира, то есть создание результата во внешнем мире, добиться чего-то в карьере, добиться чего-то в бизнесе, добиться чего-то в заработке денег, добиться хотя бы какого-то комфортного обеспечения семьи, там куда-то сила исчезает. Там куда-то эта умность исчезала, умность пропадала, и там были только отмазки, что сейчас время такое, кому-то повезло, ну типичные нищебродские замашки. То есть тиран это тот, кто проявляет свою какую-то силу физическую, либо там может быть эмоциональную, либо умственную. С какими людьми? Со слабыми людьми, которыми можно управлять, которые поддаются этому негативному влиянию. И он это делает не с благими какими-то целями, а только с негативными целями. Подавить жертву, так сказать. Сделать свою жертву управляемой. Да, управляемой и управляемой, а чем? Управляемой страхом. Правда же? Управляемой страхом. Как только внешний мир, все там, все пропадает. Кто такой нормальный мужчина? Мы в этом видео не будем говорить, потому что это не крайность. Это по сути нормальный мужчина, это гармоничная личность, да, сформированная личность. А нормальный это наоборот. Это тот, кто может быть агрессивным, там, злым во внешнем мире, потому что трудности, препятствия, сопротивления. Где-то нужна настойчивость, где-то нужна стойкость, где-то нужно уметь терпеть, где-то нужно уметь молчать, а где-то нужно не молчать, да, где-то нужно рисковать. То есть это по сути агрессия там. А во внутреннем мире какой мужчина? Он нормальный, внимательный, он не будет применять физическую силу к ребенку, который не может дать сдачи, да, он не будет поднимать руку на женщину, он не будет ее подавлять с целью, с той целью, чтобы ею управлять, чтобы вогнать ее страх, ею управлять, и чтобы она без него не могла жить и сделать себя героем, что ты без меня не можешь жить. Наоборот, нормальный мужчина, он думает о том, а вдруг если меня там не станет, а что будет делать семья без меня, поэтому мне нужно как-то обеспечивать, ну, какие-то страхования рисков, так сказать, да, он больше об этом думает. Так вот, тиран про другое, и абьюзер тоже самое. И понимаете, в чем проблема? Что, как они себя ведут, отличительные черты. В принципе, на моем канале есть уже немало видео на эту тему, ну, еще раз проговорю. На свиданиях эти мужчины очень серьезные, то есть они не против поговорить про семью, они уже на первом или на первых свиданиях, они уже видят в тебе жену, они уже хотят детей, они тебя на первых свиданиях готовы знакомить с родителями, с родственниками, они очень серьезные, да, то есть, и кажется, блин, какой решительный мужчина. И понимаете, на это кто ведется часто? Как раз вот эти женщины, которым очень страшно остаться одной, и очень срочно почему-то нужно замуж, да, потому что не зовут, или потому что страшно остаться одной, или потому что она считает уже себя старой, или ненужной, ну, свои страхи. И она вместо того, чтобы проработать свои страхи, она выбирает мужчину, который, как бы, дает ей вроде бы, что ей нужно. Но пойми, пожалуйста, нормальный мужчина, он не то чтобы против замужества, или женить бы, или от нашей семьи, просто он, как бы, осознанный, и он не может, ну, как бы, хотеть ребенка от человека, с которым он знаком, недолго. И поэтому часто тираны, они как можно быстрее хотят завести ребенка. Как думаешь, почему? Потому что, когда ты беременна, потому что, когда у тебя от меня ребенок, тобой легче управлять. И он, и поверьте, они не понимают, почему они это делают. То есть, если сказать, что тиран, ты понимаешь, что ты хочешь быстрее ребенка, поэтому они не понимают. Это я вам объясняю. Потому что беременная женщина, даже если ты пахала на двух работах, а ты попала к тирану, и ты беременна, все, тебя не спасет твоя, ну, мало кого спасет вот это две работы, которые когда-то у тебя были до беременности, понимаешь? Откуда берутся тираны? Моя версия такова. Представьте человека, маленького ребенка, которого унижали, которого подавляли, которым говорили, ты не имеешь права на свое мнение, ты ничтожество, ты плохой, ты никто. Вырастешь, тогда будем разговаривать, заработаешь свои деньги, тогда ты будешь иметь право. То есть, человека ограничивали. И, по сути, у человека какие дальше реалии? Либо он и так и будет зажатым, да, и продолжит этот же сценарий, либо накопленный гнев, накопленная ненависть, накопленная боль нуждается в выплескивании. Ну, либо, конечно, если человек, ему повезло, и он попал на каких-то хороших учителей, которым сказали, слушай, я понимаю, что у тебя было такое прошлое, давай ты проработаешься, вылечишься, прокачаешься как личность, как мужчина, например, да, и тогда у тебя не будет этого гнева. Ну, понятно, что большинство тиранов, они не попадают к хорошим учителям, и вообще они не открыты к обучению. И поэтому он какой путь видит? Компенсировать свою злость, компенсировать свой гнев. То есть, он, по сути, мстит за прошлое. То есть, у него было больное прошлое, он вырос, и он мстит. И вот эта боль, он выплескивает боль на выбранную, так сказать, жертву. И знаете, что особенный какой момент? Тоже в инстаграм-разборах, кстати, подпишитесь на инстаграм, если вы не подписаны, почти каждый день провожу онлайн-разборы, бесплатно, очень полезно. Приходит на разбор девушка, ну, выясняем ситуацию. Да, тиран, живет с тираном. И знаете, в чем самая особенность? Что она это все понимает, но она не уходит от него. То есть, она все понимает, она понимает, что это плохо, ну, или она поняла время разбора. Она не уйдет. Потому что, чтобы возле тебя тирана не было, то есть, если возле нее тиран оказался, значит, она как-то его привлекла, значит, она ему как-то соответствует. И чтобы от него избавиться, недостаточно обрезать связь. Здесь сказать, все, прощай, я ухожу, ты знаешь, я поняла, расстаемся. Не получится. Там есть выгоды. То есть, ей выгодно с таким быть. Она как-то в нем это провоцирует. И поэтому, чтобы из этого выйти, нужно вырасти, прокачаться. Также приглашаю вот на бесплатный онлайн-курс «Мужчина. Честная инструкция». Ссылка под этим видео. Конечно же, многие девушки пытаются менять тираном. Да, я поняла, он тиран. Я его изменю, и для этого я буду прокачиваться. Прокачиваться нужно для себя, а не для того, чтобы изменить тирана. Или я поняла, у него было тяжелое детство, и мама унижала. Я его сейчас своей любовью залюблю, и он изменится. Дорогие мои, в любой ситуации, в любой непонятной ситуации, фокус на себе и на развитие себя, а не на спасение кого-то, либо на реанимирование кого-то. Следующий тип мужчин. Конечно же, мы не могли не упомянуть. Красивый, красавчик. Какой красивый. И по сути, ну, разве плохо, когда мужчина красивый? Нет, это не плохо. Но мы можем видеть тенденцию большинства мужчин. Кстати, выберите в Инстаграм красивых мужчин. Можете, заграничных мужчин разных возрастов. И зайдите, почитайте комментарии. Но только у кого уже там много подписчиков. Почитайте комментарии. И вы увидите много женщин разных возрастов, которые просто фанатеют от чего? От того, что он просто есть. Ты просто есть. Ты просто, ну, просто вот. Кто такой красивый мужчина? То есть, у него как бы какое мышление? Это то, что я классный, потому что я есть. И с какой-то стороны это хорошо. И это даже можно позавидовать этой самооценке. Блин, ты думаешь, мне бы такую самооценку, да? Я классный, а потому что я есть. И по сути, наверное, это хорошее принцип воспитания девочек. Закладывать такую самооценку девочкам, что ты классная не потому, что ты построишь две карьеры. Не потому, что ты начнешь... Не когда ты начнешь бизнес, мы тебя начнем любить, доченька. А ты и так классная. И при этом у тебя все получится, ну, не перебарщивать с этим, но закладывать. Ну, вот у красивого вот такое мышление. Но при этом у него нет, у большинства из них. Конечно же, я понимаю, что есть и красивые мужчины, и целеустремленные, и классные семьянины. Прекрасно понимаю. Но я сейчас говорю про большинство, а не про какие-то отдельные случаи. Так вот, я классный, потому что я есть, да? Я классный, потому что я есть. Люби меня таким, какой я есть. Выбирают они каких женщин? Самостоятельных, с которыми не скучно. Интересных, да? Конечно же, им очень нравится, когда у женщины есть что? Достижения. Я горжусь ей, она так многого достигла. Конечно же. А на чьи деньги вы будете жить? Конечно же, на деньги, которые приходят от чьих-то достижений. А чьи достижения? Если он красивый, он просто есть, а она работает. Конечно же, с достижений того человека, который работает. И когда заходит разговор, ну, давай работай, ну, как бы двигайся к цели, он говорит, он в шоке. В смысле, ну, все же классно. И, то есть, это мужчина, который ориентирован, знаете, на процесс. Как бы, и в какой-то степени это хорошо, да, уметь наслаждаться тем, что есть. И если ты такого мужчину выбираешь, это неплохо. Просто глупо, наверное, от барана требовать молока. Глупо ждать, что кошка начнет гавкать. Правда же? Кошка мяукает, кот мяукает. Или от собаки ждать, пока она замяукает. Точно так же, если мужчина, он весь красивый, классный и весь этот, ну, не стоит от него ждать, что он завтра проснется и станет супер бизнесменом. И откроет пять бизнесов, да. И это не значит, что он долг. Просто ты заранее, как бы, смотри, что и кого ты выбираешь. Что привлекательно у них? Что так привлекает многих женщин? Конечно же, легкость. Это такая, знаете, беззаботность, легкость, ну, такое вот, такое ощущение. Классно же, ну, это действительно классное качество любого человека, я считаю. Вот быть, уметь быть легким. Не важно, бизнесмен ты, художник, женщина, мужчина, уметь быть легким. Это привлекательно. И, конечно же, у женщин, у которых тяжелая жизнь, тяжелая судьба, она все такая серьезная, уставшая. Он дает ей как раз то, что ей не хватает. Ну, в моменте не хватает, да, как ей кажется. И она на это, так сказать, реагирует. Понимаете? И вместо того, чтобы избавиться от своей тяжести, проработать себя, да, и в себе создать это качество легкости и привлекать более полноценных мужчин, ну, не хочется там идти по долгому пути, есть быстрый путь, взять легкость где-то со стороны. А почему у него легкость есть? Да потому что у него нет тяжести в жизни. Ну, и, соответственно, и результатов каких-то особо нет у большинства этих мужчин. Я не осуждаю, не говорю, что у всех мужчин должны быть результаты. Каждому свое. Реально. Каждому свое. Ну, еще раз, если ты выбираешь кого-то мужчину, ну, не стоит от него ожидать то, чего в нем нет. Понимаешь? И нужно выбирать такого мужчину, на который ты смотришь, тебе все устает и вызывает тебе улыбку и радость. Если ты хочешь еще более подробно разобраться с типологией мужчин, в том числе, более подробно нищебродов, нормальных мужчин, более подробно о том, как строить по-настоящему классные отношения, как перезагрузить непонятные отношения, нужно расставаться или сохранять отношения, как привлекать достойных классных мужчин, независимо от того, сколько тебе сейчас лет и сколько прямо сейчас ты весишь. Хотя это тоже важно, но это не самое главное. Поэтому прямо сейчас под этим видео кликай по ссылке и записывайся на бесплатный онлайн-курс «Мужчина. Честная инструкция», где эти и другие темы мы очень подробно разбираем на протяжении нескольких вечеров. Если это видео было полезно, прямо сейчас ставь лайк, подписывайся на канал и поделись в комментариях твоим мнением о типажах мужчин. Каких мужчин, может быть, ты встречалась, с каким мужчинами ты жила или сейчас живешь, и какие мужчины, какой тип мужчин для тебя более привлекательны. До встречи в следующих видео. Пока.